Доброе утро, уважаемые слушатели! Приветствуем вас на нашем вебинаре. В нашем новом офисе 1S Bitrix сегодня будем выступать мы вдвоем, я Юрий Волушин и Алексей Кирсанов. Здравствуйте! Так, если вы нас слышите, пожалуйста, на вкладочке questions, вот так она находится и вот так она выглядит, поставьте, пожалуйста, плюсики. Желательно, чтобы вы нас еще и видели, если вы нас видели, можно поставить два плюсика. Видите, нам нужно смотреть как бы даже для нас, сколько мы хотим показать вам, какие есть кассовые аппараты и вообще, как это все выглядит, как будет развиваться. Они у нас вот как раз расставлены на столе, поэтому будет хорошо, если вы нас еще и видите. Спасибо большое, все видно, все слышно, тогда мы начинаем. Если у вас вдруг нет звука или что-то не получается не так, то попробуйте переподключиться к нашему вебинару. Обычно это очень помогает и вы сможете нас слушать. Обязательно будет запись. Вот так можно уменьшить видео, если вы не хотите смотреть видеоролик, а хотите смотреть слайды. Запись, как я уже сказал, будет. Мы ее выложим обязательно на нашем сайте, потому что тема очень горячая, очень важная и мы будем ее отслеживать. Итак, поговорим с вами сегодня о интернет-кассах или кассах для интернет-магазина. Это явление новое, это вышедший новый закон ФЗ-54, который привнес изменения работ нового интернет-магазина со следующего года. Давайте посмотрим, что же у нас будет и как все это будет развиваться. Итак, закон ФЗ-54 о применении контрольно-кассовой техники. Что же это такое? Со следующего года бизнес обязан перейти на онлайн-кассы. Все данные о расчетах с покупателями будут передаваться через интернет. То есть кассовые аппараты будут отправлять данные в ФНС, а эти данные будут там сохраняться. Вы обязаны по закону предоставлять чеки клиенту не в электронном виде. То есть если клиент у вас делает покупку через интернет-магазин, и вы ему обязаны будете перевыставлять чеки в электронном виде, должны будете отправлять ссылочку. Вместо стандартной КЛЗ, которая шла в фискальных накопителях внутри кассовых аппаратов, будет ставиться специальная карточка, которая будет отправлять данные в ФНС, в ОФД, будет регистрировать все ваши продажи. Как все раньше это работало? У вас в офисе, даже если у вас был интернет-магазин, скорее всего, стоял кассовый аппарат. Вы на нем выбивали чеки, эти чеки отдавались клиенту. Чеки могли выбиваться при доставке, если вы делали доставку, например, курьерскую. Также выбивался чек, вы доставляли товар и отдавали чек клиенту. То есть работа раньше с кассовым аппаратом шла только в двух случаях, когда нужно было выбить или провести наличную операцию, и когда требовалось выбить, например, клиенту, не выбить, а принять оплату карточкой через терминал внутри офиса или с доставкой курьером вашей продукции. То есть курьер приезжал с терминала оплаты банковской карточки, проводил ее и выбивался чек. Все было хорошо, работало это по стандартной схеме, теперь же это будет работать немножко по-другому. Вы будете выбивать чек, этот чек будет отправляться аппаратом через интернет-канал, либо наземный в офисе у вас, либо через сим-карту, которая будет вставляться в аппарат, а аппараты теперь имеют возможность принимать кассы. Вот у меня, например, в стандартной аппарате, у него есть гнездо для вставки сим-карты, можно будет вставлять сим-карту, и через сим-карту будут отправляться данные в ОФД. ОФД – это служба, которая будет заниматься отправкой ваших чеков, зарегистрированных у вас в интернет-магазине или вообще в обычном магазине, будет отправлять в налоговую службу. Какие изменения в законе и как это повлияет на интернет-магазин? То есть если бы все осталось вот как было, а просто аппарат бы отправлял данные в ОФД, то изменений больших в принципе бы не произошло для интернет-магазина. Вам было бы достаточно купить новый кассовый аппарат с возможностью отправки этих данных в ОФД и в налоговую службу, и все, и на этом можно было бы расходиться. Но здесь, к сожалению, изменился сам принцип. Теперь нужно всем интернет-магазинам, всем без исключения, выбивать чеки для оплат, которые прошли электронно. То есть это Яндекс.Касса, Яндекс.Деньги, Киеви-кошелек, Вебмани, оплата через Альфа-клик, когда вы выставляете счет через интернет-магазин. Даже для тех, кто получал в конечном итоге деньги эти не напрямую, получалось, например, через Яндекс.Кассу в виде безналичных переводов, которые Яндекс.Делал на следующие сутки, например. Даже для таких операций теперь обязательно нужно выбивать чек. Этот чек, так же, как раньше для карточек, будет подтверждать, что сумма прошла, зарегистрирована в системе, и этот чек будет параллельно отправляться в налоговую службу через ОФД. Каждый кассовый аппарат регистрируется с указанием на адрес сайта в сети и каким признаком расчета, что это признак расчета для интернет-магазина. В интернет-магазине может быть зарегистрировано несколько кассовых аппаратов. Мы немножко позже поговорим, почему они так будут зарегистрированы. В законе есть одна интересная особенность, что чек должен быть выбит сразу же после осуществления расчета. Отклонение по времени должно быть не более пяти минут. Вроде бы идут разговоры внутри ОФД и внутри ФНС, что может быть разрешат, чтобы этот срок был продлен до конца кассовой смены, но пока эта информация неофициальная. Пока официально только пять минут по закону. Мы запросили официальное письмо, разъяснение по этому поводу. Если нам ФНС ответит и скажет, что есть какие-то изменения, мы обязательно об этом это опубликуем. Пока же у вас есть пять минут после того, как, например, Яндекс.Касса приняла платеж через банковскую карточку и дала вам ответ в ваш интернет-магазин о том, что платеж принят. У вас есть пять минут на то, чтобы выбить чек. Это может быть сделано вручную, это может быть сделано в автоматическом режиме или как-нибудь еще способом. Естественно, вы должны хранить список товарных чеков, которые вы выбиваете. Для большого объема существует некоторая проблема. Кассовый аппарат работает с небольшой задержкой. Один чек на кассовом аппарате стандартно выбивается от трех до пяти или даже десяти секунд. Это может быть зависеть от вашего соединения с кассовым аппаратом, от времени реакции вашей системы, которая обработает чек и сформирует его для кассового аппарата. У кассового аппарата есть задержка. Если у вас в пике интернет-бизнеса будут какие-то пиковые нагрузки, тогда вы не можете выбивать, успевать выбивать чек в течение этих пяти минут всем клиентам, вам придется ставить так называемую ферму из кассовых аппаратов. Это уже будет не один кассовый аппарат, это будет два, три, четыре, пять кассовых аппаратов, которые во время вот этих вот пиковых нагрузок будут распределять эти чеки и печатать их как бы параллельно. Мы будем внутри системы поддерживать такую возможность, вы сможете подключить к системе несколько кассовых аппаратов, зарегистрировать несколько кассовых аппаратов, и они будут выбивать чеки в параллели. Мы будем держать некую очередь, которая будет помогать вам делать вот это распределение. Какой план вообще перехода по закону интернет-магазина и вообще бизнеса на новую систему, на новый закон ФС-54? Вообще начнутся первые проблемы с 1 февраля 2017 года. Для кого возникнут проблемы с 1 февраля? Для тех, кто попал на перерегистрацию кассового аппарата. Вот, например, у моей супруги по данным чеков примерно перерегистрация на конец февраля, на начало марта. То есть проблемы у нее возникнут около марта. ЭКЛЗ закончится, ЭКЛЗ конечная. Оно менялось обычно в среднем у нее раз в год, и нужно будет идти и заново получать ЭКЛЗ. Но ЭКЛЗ больше с 1 февраля не выгодит. Придется заменить кассовый аппарат и перейти на новую систему, заключить договор с УПД и уже работать по новой системе. Если вы успеете до 1 февраля, а до 1 февраля можно перерегистрировать аппарат по старой схеме. Если у вас аппарат зарегистрирован недавно или еще что-то сделано недавно, вы сможете, в принципе, проработать в таком режиме до 1 июля 2017 года. С 1 июля 2017 фактически все основные игроки рынка должны будут перейти на работу по новой схеме. Единственное исключение есть для некоторых системы. Это ИП с упрощенной схемой совсем налогообложения, организации, оказывающие услуги населению. То есть те организации, которые, в принципе, не выбивали сейчас чеки и не обязаны были выбивать чеки. Они, в принципе, могут дотянуть до 1 июля 2018 года, но им с 2018 года, 1 июля, придется перейти на новую схему работы. Для интернет-магазинов вообще был закон еще того года, насколько я помню, или даже еще раньше, что, в принципе, интернет-магазин был обязан выбивать чеки для наличных и карточных оплат при доставке товаров, при точках самовывоза и так далее. Поэтому, в принципе, все основные интернет-магазины, даже небольшие интернет-магазины, как бы участвовать у моей супруги, они уже имеют кассовые аппараты и, фактически, у них начинаются сложности с переходом с 1 февраля, кому не повезло, кому больше повезло с 1 июля 2017 года. Итак, еще раз, 1 июля 2017 года, первая контрольная точка, когда у вас обязан быть ККМ по новой схеме. А вот тут сразу вопрос у нас в чатике. Разве не платежная система, с которой у меня заключен договор к приеме платежей, должна эти чеки выбивать сама? Нет, мы разговаривали с Яндексом по этому поводу, с Яндекс-кассой. Они не обязаны выбивать чеки, они фактически осуществляют посредническую услугу в виде технического обеспечения получения денег от клиентов и передачи их вам за определенный процент. То есть они такой как бы технический агрегатор этих данных, и они не обязаны выбивать чеки. Чек обязан выбивать по закону то лицо, на которого зарегистрированы конкретные магазины, то лицо, юридическое лицо, которое работает с конкретным клиентом. Когда клиент оплачивает покупку в вашем интернет-магазине, физически он оплачивает покупку не Яндексу, он оплачивает деньги вам, и вы, как юридическое лицо, обязаны выбить чек конечному потребителю. Поэтому, к сожалению, Яндекс не будет в данном случае выбивать никаких чеков. Они тоже становятся в ОФД, вообще на рынке будет 5 ОФД, которые будут предоставлять, ну, с которым можно будет заключать договор и отдавать данные в интернет с кассовых аппаратов. Яндекс создает отдельное юридическое лицо, и они будут делать ОФД, скорее всего, они будут делать какие-то фирмы кассовых аппаратов, но это будет отдельная организация, все равно с которой придется заключать отдельный договор и работать с ними отдельно. Давай, что ты думаешь, какие-то вопросы не сразу? Тут он немного жалуется на качество звука. У некоторых нормально, у некоторых не очень. Ну, не знаю, стандартный микрофон, мы ничего нового не сделали. Но будет обязательно... Да, вопросы есть, еще много вопросов, но это те вопросы, на которые у нас будут отдельные слайды, на которые мы ответим по кассовым аппаратам, по поддержке и так далее. Ну, давайте, будем идти дальше. Какие примеры интернет-магазинов, которые как бы должны работать с такой схемой? Это, в первом случае, это те магазины, которые принимали оплату уже сейчас, принимали оплату наличными, принимали оплату картами. То есть они обязаны применять ККТ, они обязаны применять новую схему, то есть они должны соответствовать новому закону ОФД 54. Вторые интернет-магазины, это те, которые принимали деньги через интернет-магазин, но у них не было наличных оплат, у них не было курьерской доставки, это магазины, например, каких-то там электронных товаров. Они могли продавать билеты, они могли продавать игры, ключи, или еще какие-то такие электронные товары. Вот в Битвикс, в частности, мы не работали никогда с наличными деньгами, у нас не было кассов, у нас не было никогда кассового аппарата, он нам был не особо нужен. Все деньги, которые мы получали, мы получали их в виде безналичной оплаты. И нам теперь придется тоже ставить кассовый аппарат. Мы как раз попадаем под вторую категорию интернет-магазинов. Мы не имели ККТ, подключенных к интернет-магазину, теперь мы должны это делать, должны приобрести ККТ, настроить эту схему и использовать ее для закона. Ну и третий пример интернет-магазинов, это приемы и оплаты заказов на сайте. Это так называемые сайты, которые применяли оплату каких-то услуг от населения. Они по закону были не обязаны применять кассовую технику, и в принципе, теперь им придется применять тоже кассовую технику. Какие будут проблемы при переходном периоде? То есть не только то, что у вас закончился КЛЗ, вы можете попасть под перерегистрацию вашего кассового аппарата и попасть под перерегистрацию по новой схеме закона. Да, интернет-магазин может закончиться и вы должны будете сменить, но у вас при смене юридического лица или изменении каких-то данных внутри юридического лица, вы меняете учредителей, добавляете соучредителей, делаете изменения адреса, меняете фамилию и так далее. То есть при любом действии, когда вам необходимо сделать какую-то перерегистрацию, вы автоматически попадаете под то, что вам необходимо будет заменить кассовый аппарат и применять его уже по новой схеме. Для всех этих процедур предусмотрены, естественно, штрафы. Штрафы достаточно большие за невыбитие чека. В принципе, вся сумма, которая прошла и не была зарегистрирована по чекам, она может быть передана государству в виде штрафов. Штраф может составлять от 25-50% или минимально 10 тысяч рублей, так в принципе до 75-100% или минимально 30 тысяч рублей для юридических лиц. То есть штрафы достаточно большие за неприменение. Тут, конечно, лучше проконсультироваться с вашим бухгалтером. Все-таки я не бухгалтер, я не особо разбираюсь по штрафным серкам, но штрафы предусмотрены, и это достаточно серьезно. Неприменение ККТ будет караться проверками и применением штрафа. Теперь налоговая инспекция очень легко сможет видеть, что у вас проходят деньги. Эти деньги проходят у вас там не обязательно полностью в безналичной схеме. То есть остается только одна возможность, когда не нужно выбивать чек, это когда вы выписываете счет юридическому лицу или выписываете счет, который отправляется через систему, не подключенную к вашему интернет-магазину, когда деньги физически приходят на ваш расчетный счет. Например, вы выписали счет физическому лицу, отдали его в виде бумаги или отправили ему в виде PDF-файл на электронную почту. Этот счет, он идет оплачивать через почту, через какой-то банк, неважно уже, как он его оплатит, но вы не подключены физически к этой системе, которая принимает деньги. То есть вы не подключены прямо к скассе, когда счет через нее отправляется в личный кабинет, например, там, Альпаклика или там Свердбанк, онлайн, то такие чеки выбиваться, и операции чеки выбиваться необязательно. Для всех остальных операций чек должен быть выбирать на обязательную. Еще раз, все интернет-магазины должны будут поддерживать нового ПЗ-54 с 2017 года. 11-битрикс с 17-й версии полностью соответствует требованиям нового загона ПЗ-54. Мы будем поддерживать несколько вариантов. Поддержка будет, скорее всего, в течение года немножко лавировать, немножко меняться, она будет не полностью выходить в полном объеме, потому что сейчас из-за того, что закон вводится в такие сжатые сроки, есть некоторое непонимание, и у УПД, как они будут работать, они отстраивают свою схему. Есть непонимание у клиентов, как это будет происходить, работа с УПД. Не совсем есть доступность кассовых аппаратам, пока не так много моделей. Пока выпущены достаточно ограниченное количество аппаратов кассовых, нет обновлений, граверов для 1С, например, еще пока. То есть будет в течение вот этого времени, с 1 октября и до того момента времени, когда закон должен вступить полностью в силу, это все будет отрисаться, обретовываться. Но мы будем стараться поддерживать с их версиями, обновлениями, все эти изменения, которые будут происходить. Итак, у нас три стандартных механизма работы с чеками. Первый, самый массовый механизм, это когда у вас есть, например, кассовый аппарат, который может быть подключен, ну, стоять физически в офисе, это не обязательно такая железка, это может быть более стандартный кассовый аппарат, который выбивает чеки, когда к вам приходит клиент на точку самодоноза, когда вы делаете доставку к курьерам и берете его с собой. Мы будем подключать такие кассовые аппараты через специальное приложение, которое будет ставиться на эту машину. И кассовый аппарат будет связан с интернет-магазином вашим. То есть вы сможете с интернет-магазина отправлять чеки на такой кассовый аппарат, он должен быть подключен, естественно, к сети, к нашему приложению, через наше приложение он будет подключен к вашему интернет-магазину. И вы будете печатать параллельно чеки на нем. На нем же вы будете печатать и обычные чеки, которые вы выбиваете внутри магазина. То есть пришел клиент, я выбил чек, оторвал его, отдал его на фиксиру, когда он пришел. Ну, если поступила оплата в этот магазин, то также будет вылазить чек. Мы будем контролировать, что кассовый аппарат в данный момент свободен, то есть чек не печатается. И как только будет распечатан чек для клиента для обычного, если был аппарат занят, мы будем отправлять на кассу чек с интернет-магазина, и чек будет распечататься. Тут самая большая проблема, главное, чтобы ваша емкость, типа нагрузки на кассовый аппарат, укладывались в пик 5 минут, что деньги должны быть получены, вернее, при получении денег через электронные платежи, вы должны пить чеки 5 минут, выпить чек фискальный, и дальше чек будет отправлен на ОТД. Второй вариант, который мы будем поддерживать, но мы его, скорее всего, будем поддерживать чуть-чуть попозже, потому что он достаточно сложный. Это вариант, когда вы работаете полностью с автономным аппаратом, и вы его не подключили к интернет-магазину, например, у вас вовсе нет интернета, а аппарат работает через карточку сотового оператора, и у вас нет возможности печатать чек, но вы хотите делать торговлю, вам придется фактически сажать человека, который будет получать модификацию, например, от нашего мобильного приложения администрирования, который умеет получать куш-выдомления, пришел куш-выдомления, что заказ наплачен, вы берете обыкновенный кассовый аппарат, у вас открыт на экране, например, магазин, или вы посмотрели в мобильное приложение, что пришел куш, и выбиваете на ту сумму, на которую пришел чек, выбиваете его облачную, а потом внутри магазина вы его будете регистрировать, и уже сейчас будут показывать, как это будет выглядеть внутри магазина. Я пока буду просто словами описывать. Это второй вариант, он менее возможен, потому что тогда вам придется либо на ночь держать кого-то в виде смены человека, который будет отслеживать эту вещь, потому что вы человек должны выпить в течение пяти минут, либо на ночь останавливать прием оплаты, либо использовать нашу новую схему B2B, когда приостанавливается прием оплаты без подтверждения менеджера. То есть мы рассказывали на презентации 17-й версии, что у нас был заново режим оформления заказов публичный, и можно, в принципе, его использовать. Либо кто-то будет сидеть в виде человека, у кого была касса, и будет выпивать чек. И третий режим, который мы будем поддерживать, этот режим тоже, скорее всего, выйдет одновременно с первым, или рядышком с первым, это режим работы, когда ваша кассовая банка, ваша касса, ну вот скорее уже такая вот касса, подключена к 1С. То есть у вас стоит компьютер, у вас подключена 1С, и вы также при приходе клиента в вашу точку, в ваш магазин оффлайновый, вы выбиваете им обычный чек с 1С. Мы через 1С, тут уже не через наше приложение, то есть мы не будем работать с кассой напрямую, мы через 1С будем посылать команду 1С, чтобы она делала распечатку этого чека, также в виде очереди на этом кассовом аппарате. Мы, скорее всего, добьемся того, что такая отправка, не знаю, через 1С получится или не получится, в первом случае мы можем сделать так, чтобы чек не печатался физически, потому что кассовый аппарат умеет принимать команду на не печат чека. И, соответственно, когда интернет-магазин делает формирование такого чека, можно ему физически не печатать, потому что вы его не будете отдавать клиенту, в плане нужна только ссылка, которую вы должны отправить нам этот чек в виде экономического файла. Эту ссылку отправлять будет кассовый аппарат, он отправляет к нам интернет-магазин через наше приложение, и мы ее будем дальше отправлять клиенту через e-mail. Либо, если вы там используете внутри магазина SMS, то будете его отправить через SMS. В случае с 1С мы пока не уверены, что получится, не направивая распечатку чека физического, скорее всего, будет отпечататься чек даже для тех клиентов, которые делают логички в магазине. Но мы будем не пробовать, пока нет драйверов. Вот 1С выпускает достаточно скоро основные драйвера. Для основных новых кассовых аппаратов придет новый R-date, 1С они до конца года его выпускают, и мы сможем проэкспериментировать, как все это будет работать уже с 1С более плотным сценарием текущей версии. К сожалению, чек бумажно печатается постоянно. Ну, наверное, нам теперь слово Алексею. Расскажем немножко, как это будет выглядеть. Да, у нас, кстати, есть целый блок вопросов. Ну, во-первых, продолжаем жаловаться на звук. У нас с техникой... Все в порядке. Микрофон... Микрофон пишет или камера пишет? Не, он пишет. Аудиомикрофон. У меня все стоит. Да, еще... Есть целый блок вопросов, очень много вопросов. Все еще идет. Тому, кто обязан печатать эти чеки через аппараты, кто не обязан. Ребят, извините, извините, я тебя перебью. Ребят, я переключил звук на микрофон с моего ноутбука. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Стала ли лучше связь? Если лучше не стало, вот, стало лучше. Спасибо большое. Я переключил на ноутбук, на ноутбучный микрофон. Хорошо, спасибо, ребят. Так, так вот, очень много вопросов по поводу того, кто все-таки должен печатать чеки или не должен печатать. Если, допустим, выдается квитанция для оплаты Сбербанка, нужно ли печатать чек? Ну, и физическому лицу, естественно. Если это услуги, нужно ли печатать чек? То есть, по поводу того, кто все-таки обязан. Для услуг чеки печататься обязаны. То есть, вы сейчас, если человек придет и окажете ему услугу, вы обязаны выписывать ему чек. Вы не обязаны печатать чек только в том случае, если вы выписали квитанцию оплаты через банк, и клиент идет сам ножками. То есть, вы не физически соединены с этой системой электронной. То есть, вы не подписывали с ней договор на получение денег. То есть, она не выполняет функцию некого такого электронного посредника. с вами, а человек сам ножками идет непонятно куда. Он с этой квитанцией идет. Он может идти в Сбербанк, он может идти на почту, он может идти в свой банк, он может с карточки через личный кабинет оплатить. Вы не знаете, чем он оплатит. Вы не контролируете оплату, а деньги поступят на ваш безналичный расчетный счет. В таком случае, чек выбиваться не обязан. В противном случае, если вы подключены, например, вы выбили, выписали ему квитанцию для Альфа-банка через Альфа-клик, и эта квитанция не физически была отдана клиенту, и он непонятно, как ее отправил, а электронно была выставлена внутрь Альфа-клика, и вы подключены к Альфа-клику, например, через Яндекс.Кассу или напрямую заключили договор с Альфа-кликом, и деньги, даже если вам приходят в виде безналичного перечисления от этих организаций, вы обязаны выбить чек. Потому что вы физически делаете операцию напрямую, и вы напрямую подключены к этой системе. То есть как бы клиент дальше не оплатил через этот Альфа-клик, со своего счета, с карточки или еще как-то, тут уже не важно, внес деньги через банкомат, перевел через приложение, вы физически соединены с этой системой, у вас есть договор на получение денег с этой системы, вы обязаны фиксировать чек. То есть чек не выписывается в данном случае пока по закону, только для безналичных операций, когда вы физически деньги получаете просто на расчетный счет. Так, и вот есть вопрос, должен ли это быть физический чек, или достаточно отправить ссылку на e-mail? Если человек пришел к вам ножками и стоит перед вами, вот Алексей пришел ко мне, я держу кассовый аппарат, и я ему выбиваю чек, вот даже можно симулировать операцию, то есть стоит Леша, я ему выбиваю чек физически, то я ему обязан чек дать в виде бумаги. Если я Алексея не вижу, то есть он оформил заказ внутри интернет-магазина или заоформил его по телефону или там еще каким-то способом, но я Алексея физически не вижу, чек я ему вот такой печатать не обязан, мне достаточно получить от Алексея его электронный адрес или номер телефона и отправить чек электронно. На чеке есть ссылка, которая генерируется, и вы можете эту ссылку отправить Алексею в виде письма или в виде смс на его мобильный номер. Алексей может при физическом контакте с вами попросить, чтобы вы ему сформировали ссылку, отправили на e-mail. То есть он может сказать, я хочу кроме бумажного чека, если это, например, огромная покупка, чеки выцветают, чеки портятся, есть очень большая гарантия иногда у организации на 5 лет по каким-то товарам или услугам, и чек может за такой срок потеряться или испортиться. Алексей вправе, во-первых, на чеке будет ссылка на этот чек, но он вправе попросить вас, чтобы вы ему отправили на e-mail этот чек. Вы берете тогда у Алексея e-mail или смс можете отправлять, берете его номер телефона и отправляете этот чек ему по телефону или через смс. Есть блок вопросов по поводу того, что если деньги принимает наличка курьер, он же, возможно, при мерку и частичный выкуп не все товары забирают. Что делать в этом случае? То есть чек заранее распечатать нельзя? Чек получается, нужно печатать курьеру. Да, курьеру. Чек печатает курьер. Это очень простая операция. Есть масса кассовых аппаратов. Вот в данном случае у меня в руках как раз такой кассовый аппарат. Вот он уже неделю в режиме зарядки работает. То есть у него очень хорошее потребление, достаточно неплохая батарейка. У него встроен чековый принтер и я прекрасно могу его брать с собой и как курьер. Я приехал к Алексею, он примерил футболочку, все хорошо, она его устраивает. Он говорит, я эту возьму, эти не возьму. Я считаю, одна футболочка столько стоит. Я на кассовом аппарате выбиваю эту футболочку и печатаю ему чек. Чек отдаю ему в виде чека физического руками. Кассовый аппарат, у него стоит сим-карта любого оператора мобильной связи. И через эту сим-карту уходит информация в УФД, с которой вы подключены. Вы можете приехать с таким чеком уже потом к себе в интернет-магазин. Если вдруг Алексей получал, заказывал эти там рубашки или футболки через ваш интернет-магазин, вы можете доехать до своего интернет-магазина и зарегистрировать этот чек внутри интернет-магазина. Алексей будет тоже показывать, как это будет выглядеть внутри интернет-магазина чуть позже. А вот тут еще интересный вопрос про наложенный платеж. То есть, если отправляется заказ наложенным платежом, то есть фактически оплата будет, когда человек получит этот заказ. Кто должен выбивать чек и как? При наложенном платеже пока разъяснения от ФНС нет, но, насколько я понимаю, он подпадает под схему работы. Вы же деньги не наличными получаете, у вас, скорее всего, есть договор с почтой, и они делают вам перечисления. Так как это не электронные деньги и не электронный платеж, они, скорее всего, подпадают под схему получения денег в виде обыкновенного безналичного платежа. И там чек не требуется. Но, если вы работаете... Чек, скорее всего, выбивает тогда почту, наверное? Да, она при получении, естественно, чек выбит клиенту обязательно. Здесь может другая ситуация быть, немножко сложнее. Вы можете не иметь договор с почтой, и тогда есть вообще возможность прийти на почту, когда поступили деньги, и получить деньги наличными от этого клиента. То есть почта перевела деньги вам в ваше почтовое отделение, я физически пошел к тебе как к почте, забрал у тебя эти деньги за минусом комиссии вашей почты, и выбить обязан чек при получении этого чека уже у себя. Потому что я получил фактически и физически наличные деньги от клиента. Вот, тем самым мы ответим на целый блок вопросов по почте, по СДЭКу и по аналогичным вот моментам. Есть вопросы по поводу того, что если курьерская доставка, то нужно, получается, иметь несколько касс для каждого курьера, да, получается? Да, это получается, что нужно иметь кассу для каждого курьера. Спрашивают про твой аппарат кассовый. Что это за аппарат и как он называется? Название я его подскажу, но я не знаю, скажет ли он что-то или нет. Это V1 POS. Вообще это кассовый аппарат, который будет распространять модуль банк. У них будет поддержка не через наше приложение, а напрямую. У них будет свое API, которое позволяет, как наше приложение, вот с такими кассовыми аппаратами работать. Этот кассовый аппарат фактически на андроиде. Сейчас я его включу, это даже будет видно. Вот сейчас будет загружаться андроид. Я не знаю, будет ли видно, не будет на картинке. Но фактически грузится обыкновенный андроид. Это кассовый аппарат на андроиде. И он умеет сам через интернет общаться с модуль банком. Вы будете заключать договор с модуль банком. Они включают в этот договор, насколько я понимаю, когда я в последний раз с ними разговаривал, они включают туда поддержку ОФД. И вы будете через модуль банк, через вот эту кассу. Здесь вот обыкновенный андроид. Вы вызываете штатное приложение этого андроида. И запускается постсистема. Вот такая вот. Давайте я внутрь войду. Вот такая вот постсистема запускается. Не знаю, видно, не видно. Вот такой вот кассовый аппарат. Вообще кассовых аппаратов автономных очень много. И они были до того, как ввелся новый закон. У меня, у супруги, курьеры ездили и доставляли с кассовыми аппаратами. Меркури. Такой большой квадратненький кассовый аппарат. Они доставляли продукцию до клиентов. И на месте выбивали чек. Он очень долго держал заряд. Они там его заряжали чуть ли не раз в две недели, в три. Хотя на выезде ездят фактически каждый день. То есть он очень хорошо держал заряд. И очень хорошо работал, в принципе. Скорее всего, выйдет апдейт такого аппарата с поддержкой сим-карты, а с отправкой ОФД. И можно будет без проблем курьером работать. Просто придется иметь тогда несколько кассовых аппаратов. Тот кассовый аппарат, к сожалению, вряд ли будет работать с интернет-магазином. Все-таки для работы с интернет-магазином нужен аппарат, который хотя бы по USB. Вот как в данном случае. Или по Ethernet. Вот как в данном случае. Про этот аппарат мы еще отдельно поговорим. Они смогут подключаться к компьютеру к физическому. И мы сможем достучаться до этого аппарата через наше приложение и отправить чек на распечатку. Либо вам придется делать какую-то регистрацию, вот как с этого аппарата регистрировать чек внутри интернет-магазина ручного. Так, у нас еще есть блок вопросов. Но это вопросы, на которые ответы мы скажем в рамках презентации дальше. Поэтому, наверное, продолжим. Давай. Значит, что будет именно в бусе, в магазине, на сайте у вас, в интернет-магазине? Появятся дополнительные страницы. Давай даже так, появится целый раздел. Да, появится целый раздел, где будет достаточно много страниц. Во-первых, будет заголовочная страница этого раздела. Это страница, на которой будет вообще описано, как работать с кассовыми аппаратами, как их правильно подключить, как потом пользоваться. И именно с этой страницы можно будет и подключить кассовый аппарат сразу. На одном из слайдов это мы увидим. Да, вам нужно будет заключить договор с ОФД. Вам нужно будет приобрести кассовый аппарат. Вам нужно будет зарегистрировать этот кассовый аппарат. Вам нужно будет установить драйвер, подключить кассовый аппарат к компьютеру, установить драйвер на этот компьютер. Естественно, обновить нужно будет Bittrex управление сайтом до версии 17-го, потому что только 17-й версии. Мы поддерживаем кассовые аппараты. И произвести некоторые настройки. То есть ввести кассовый аппарат в систему, в Bittrex. И после этого можно будет начать работать с кассовым аппаратом уже, то есть выбивать чеки, реальные чеки при оформлении покупок и при ходе денег на сайт. Настройки достаточно простые. То есть нужно будет ввести этот аппарат, номер регистрационный. Это прямо со страницы, на которой будет описано, как пользоваться этой кассой. И то же самое можно будет сделать со списка кассовых аппаратов. Будет, естественно, обычная административная страница. На следующем слайде у нас. Ну, мы сейчас, подожди секундочку, еще здесь добавим, что вот поля будут зависеть от той схемы, по которой вы будете работать. Если вы работаете, например, через 1С, то у вас не будет никакой регистрации кассы физически внутри интернет-магазина. Мы скорее будем регистрировать через 1С и будем получать данные через 1С. Вам не нужно будет вводить некоторую информацию дополнительно. Для ручной схемы, скорее всего, поля будут уже отличаться. Ну и для схемы, когда мы полностью связаны с кассовым аппаратом, будут уже отличаться поля. На этой страничке, немножко добавлю, а ты потом на следующую уже перейдем. На этой страничке вы сможете подключить сразу несколько кассовых аппаратов. И после их подключения мы будем выводить вот такую вот информацию о том, что кассовый аппарат подключен. И вот тут уже как раз Леша про страницу. Да, естественно, что будет отдельная административная страница, на которой вы сможете управлять кассовыми аппаратами, которые к вам подключены, в том числе добавлять новые кассы прямо отсюда или редактировать их параметры. Для кассовых аппаратов можно будет устанавливать ограничения, для кого какие кассы работают. То есть вы можете иметь более одной кассы у вас в системе, допустим, в зависимости от того, на какую компанию пришел заказ, если вы пользуетесь элементами холдинговой структуры, либо вы можете разные кассы использовать в зависимости от разных платежных систем. Также кассы могут быть онлайн и оффлайн, в зависимости от времени суток, потому что, как вы знаете, нужно закрывать кассовый день, открывать кассовый день. И вполне возможно, вы будете иметь больше одной кассы, если у вас очень много заказов, у вас большая нагрузка на магазин, и вам нужно, чтобы у вас 100% было постоянно онлайн хотя бы одна касса. Вот с этой страницы вы сможете управлять вашими кассами. С этой же страницы вы сможете смотреть, каким кассам сейчас имеет магазин доступ, то есть какие для него онлайн, и получать информацию, если какая-то касса под тем или иным причинам отвалилась, то как-то отреагировать и принять какие-то меры для того, чтобы исправить ситуацию. Магазин будет пытаться самостоятельно определять, работает ли касса, если касса не работает, он будет ее отключать на заданное время, то есть не будет к ней идти обращение, потом включать и опять пробовать обращаться к ней. Но если, допустим, она оффлайн и оффлайн, значит нужно проявить какую-то инициативу, посмотреть, что с ней случилось. Это можно будет делать все вот с этой страницы. Чеки. На отдельной странице будут все чеки, которые выписываются за день. На самом деле чеки будут храниться у нас в системе и старые, но показывается, на этой странице будут только чеки за день, потому что когда день закрывается, за этот отчет и старые чеки уже в принципе не нужны. Хотя обратиться к ним, тем не менее, можно будет. Все чеки за день будут вам доступны, то есть это будет номер чека, это будет номер заказа, к которому этот чек выписан, и номер оплаты. Ссылка на чек, то есть это та ссылка, которую вы должны отправить клиенту, если он сообщил e-mail. Это ссылка на ОФД, на какую-то страницу, на которой клиент, перейдя, сможет посмотреть реально этот чек, проверить, что действительно магазин чек выбил. И если ОФД или налоговая проверяющая магазин честно работает, вот она тоже контрольную закупку по этому чеку сможет проверить. Еще один момент, связанный с чеком, забыл про него сказать. Хорошо, что Леша напомнил, натолкнул на мысль. Теперь в чеке вы обязаны писать тот товар, который вы продаете. То есть в чеке должно содержаться полностью наименование. Это требование закона. Если раньше можно было просто выбить чек обычным кассовым аппаратом, там тем же Mercury, и внутри этого чека не содержались названия, то, к сожалению, теперь это делать нельзя. Чек должен содержать наименование товаров, которые вы выбиваете. Если у вас даже ручная вот такая касса, она фактически внутри содержит каталог. Вот у меня здесь внутри есть бокалеи, блинное, молоко и так далее. То есть я свяжу внутри этой кассы каталог, через который я выбиваю этот чек. То есть чек должен теперь содержать по вот этой ссылке. Если вы обратите внимание как раз на страницу, которая на экране, там указано количество товаров в этом чеке. И если зайти внутрь этого чека, мы увидим, естественно, все товары, которые выбивались или продавались внутри интернет-магазина. И ссылка, когда чек уходит в электронном виде, чек будет выглядеть вот в полном объеме. Здесь будут написаны все товары, которые вы продали этому клиенту. Клиент сможет, естественно, проконтролировать, что ему все товары попали в чек. Но и вы теперь обязаны эти товары выбивать. То есть не подойдут аппараты, и, скорее всего, они исчезнут, такие аппараты, которые не умели внутри держать каталог. Вот интересный вопрос. Сразу поступил. Что делать, если это не товар, а услуга? А какая разница, услуга не услуга, у нее есть название. Вы будете писать ее просто как-то более абстрактно. Вы же не делаете услугу любую. У вас есть какой-то набор услуг. Вы, например, делаете клининговые услуги. Мойте квартиры, я не знаю, приготовите ужин, готовите ужин, еще что-то делаете и так далее. Вот вы так и будете писать. Услуга 1. Мою квартиры. Услуга 2. Готовлю ужин. Услуга 3. Делаю это. И будете ее также выбивать и показывать. Клиент будет видеть в чеке, за что вы выбили ему этот чек, на ту сумму, которую она оплачивает. Да, сразу технический вопрос, будет ли API, чтобы не только через формы этим пользоваться, но и с программной стороны подходить. Да, естественно, то API, которое публичное, мы задекларируем, и вы сможете, если вам нужна кастомизация какая-то, вы сможете тоже пользоваться нашим API для того, чтобы, возможно, какие-то кастомные формы или что-то кастомное сделать. Вот на этой же странице, как вы видите, можно добавить чек вручную, если по каким-то причинам он был выбит, не через интернет-магазин. И здесь же можно добавить чек возврата. Были вопросы по поводу того, обязаны ли выбивать на возврат тоже чеки. Обязаны. Ну, как и в обычной кассе, если вы делаете возврат, по-хорошему, вы должны выбить чек возврата. Соответственно, здесь чек возврата тоже необходимо выбить. Здесь клиент может запросить опять-таки у вас чек этот возврата и получить его и со ссылкой, и в электронном виде. Так, давай дальше пойдем. И, естественно, что кроме выдачи чеков нужна отчетность. Если у вас 1С подключение, то отчетность, очевидно, будет идти в 1С. Да, закрыт. А вот если у вас подключено через наше приложение будет, то Z-отчеты открытия и закрытие рабочего дня вы сможете делать через сайт. Будет специальная страница для этого, где вы сможете ввести начальную сумму, с которой начинается у вас работа. И здесь будут все Z-отчеты по конкретной кассе. То есть здесь в фильтре, как вы видите, выбирается касса. Z-отчеты идут по конкретной кассе. И все Z-отчеты будут здесь представлены с информацией здесь на обороты, наличные и безналичные обороты за день. Нарастающий итог. То есть все то, что нужно для ведения кассового учета. Это не только для ведения кассового учета, но чтобы посмотреть, какую сумму вы за сегодняшний день выбили. Потому что на всех чеках печатается, и когда вы печатаете Z-отчеты, они также пишут нарастающий итог, который они собирали. То есть вы сможете видеть, что вы должны в кассу на данный момент времени зарегистрировать на такую-то сумму чеков. И вы можете ее сравнить с интернет-магазином. Да, повторю, что для 1С эти все операции будут происходить в 1С, то есть на сайте эти операции проводить смысла большого нет. Из вопросов, которые возникли сразу, что делать, если большие заказы, если это оптовые заказы, если тысячи наименований в заказе, что делать с чеком, как там должны будут напечатаны быть эти позиции, если их тысяча? Ну, если вы отдаете такой чек физическому человеку в руки, он оплачивает вам наличными, вероятность очень низкая, то у вас будет просто огромная портянка, вот такая вот, на которой будет 10-15 метров наименований, да, будут проблемы. Если же это заказ через интернет-магазин, то чек отправляется в виде картинок, и вам не важно, сколько там наименований, вы все равно физически ничего не печатаете, вы отправляете клиенту набор картинок. Это фактически то же самое, если бы он попросил вам выписать счет, и вы бы через PDF, например, отправляли ему 3-4-5 страниц этого PDF в виде счета на оплату. То есть ничего не изменится, это будет то же самое. Поэтому гораздо удобнее работать через интернет-магазин, потому что да, в электронном виде, и вы не будете тратить деньги на ленту кассовую. Здесь еще один очень интересный вопрос, какие ККТ будут поддерживаться. На первоначальном этапе мы будем поддерживать АТОЛ и основные модели АТОЛа, чуть позже мы будем поддерживать штрих М. Но в первой итерации, скорее всего, будет поддержка драйверов АТОЛовских, потому что у нас АТОЛовские аппараты есть в наличии, их несколько штук. Компания АТОЛов нам предоставила любезно для исследований, для работы, для формирования пула, работой с нашим интернет-магазином. Мы будем делать эксперименты, в первую очередь, на них. Да, у модуля магазина появится дополнительный блок настроек, настроек, связанных с кассовыми аппаратами. Это будет время, когда смена должна закрыться у кассового аппарата, когда должен напечататься Z-отчет, можно будет настраивать, и время, когда должна открыта смена на кассовом аппарате. Ну, типичная ситуация, наверное, когда кассовый аппарат должен работать, в принципе, два суточного, поэтому сразу после закрытия рабочего дня он должен открыть рабочий день. Для этого тоже будет предусмотрен механизм, чтобы кассовый аппарат, как только закрыл, сразу открыл рабочий день и продолжил работать. Тем не менее, нужно учитывать, что закрытие рабочего дня не быстрое, это будет занимать даже не секунды формирования Z-отчета. Здесь, если в этот момент приходят заказы, у вас аппарат только один, то чеки по оплатам, которые пришли с момента начала закрытия кассового дня и до открытия, они должны будут распечатаны быть потом. Опять же, для этого у нас в системе будут предусмотрены механизмы, то есть, если по каким-то причинам чек не был распечатан непосредственно при получении денег, информации об оплате, система будет пытаться распечатать этот чек как можно быстрее, как только кассовый аппарат станет доступен. То есть, для этого у нас будут предусмотрены соответствующие механизмы. То есть, система будет работать как? Поступила оплата, дается команда на печать чека, если печать, ну, на кассу, которая соответствует компании, на которую эта оплата поступила, которая соответствует платежной системе, если у вас есть соответствующие фильтры, и у вас есть много касс, ищется касса, которая онлайн, ну, если она одна, то вот она и выбирается, в противном случае берется касса для того, одна из касс для того, чтобы нагрузка была равномерная. Если касса по каким-то причинам не отвечает, пробуем печатать на следующей кассе. Если ни одна из касс не отвечает, или у вас всего одна касса, то пробуем распечатать через некоторое время этот чек еще раз. Ну, если уже не получилось, тогда мы помечаем заказ, и вам нужно будет вручную с этим заказом что-то сделать, когда вы появитесь, допустим, если это ночью произошло, то утром что-то с этим заказом придется сделать, если касса по тем или иным причинам так и не ответила. Здесь еще сразу вопросик такой очень интересный. Если заказ бьется на несколько, кучу мелких заказов и отдается частично, что будет происходить? То есть, в принципе, отпуск товара физического и реализация этого товара, то есть передача этого товара клиенту никак не коррелируется у оплаты. Если вы ему готовы отдать товар без денег, пожалуйста, отдавайте. Если вы даете товар физический, и даете не в полном объеме, мы чек будем выбивать по нашему документу в новой версии продукта, оплаты могут быть частичными, то есть их может быть много на заказ. И мы будем их печатать чеки на каждую такую оплату. У каждой такой оплаты будет свой статус. И вы можете от клиента принимать деньги кусочками, не в полном объеме, а как вы будете отпускать, это уже все полностью в ваша договоренность с вашим конкретным клиентом. Если вы ему доверяете, вы отпускаете ему без денег, без оплаты. Если вы ему не доверяете, вы отпускаете только на ту сумму, которую он готов заплатить в данный момент. Да, вот тут есть вопрос, можно ли будет вручную пробить чек из того заказа, где автоматически пробить чек не удалось, он был помечен, и потом пришел менеджер или оператор, и вручную пробить чек. Да, естественно, так как с этого кассового аппарата в любом случае можно пробивать чеки не только через интернет-магазин, но и через аппарат как таковой, естественно, вы можете пробить чек и потом зарегистрировать его в системе, и ссылка уйдет на этот чек клиенту, он получит эту ссылку. Единственное, что, конечно, связано с этим вопрос, что будет, если оплата не проходила, 5 минут истекли, за которые положено напечатать чек, что теперь делать? Возвращать деньги клиенту или пробить, когда уже начнет работать все? И еще сразу уточнение небольшое. Ребята, очень много вопросов, связанных с различными сферами деятельности, с тем, нужно ли выбивать чеки для конкретной сферы деятельности. Мы все-таки больше технарей, больше... Ну, мы не бухгалтеры, мы не юристы, и мы не налоговая инспекция, чтобы подсказывать по таким вопросам. Обратитесь, пожалуйста, лучше в ваш ФНС, обратитесь к вашему бухгалтеру, обратитесь к юристам, которые разбираются с этим вопросом, чтобы они вам подсказали, нужно ли для вашего, именно для вашего сферы деятельности, для вашего бизнеса выбивать чек. Для интернет-магазинов, как я говорил уже ранее, был предварительный закон перед этим, если вы работаете с наличными оплатами, чек был бы быть обязан выбить. Там были некоторые ограничения для определенных юрлиц по супер какой-то упрощенной системе, там с патентами и так далее, где чек не выбивался. Но это лучше такие вещи уточнять все-таки с бухгалтером, либо с вашей налоговой службой. Мы, к сожалению, не очень компетентны в этих вопросах. Мы компетентны скорее в вопросах, как будет происходить печать чеков, для каких случаев нужно этот печатать чек. Предполагаем то, что ваша организация обязана выбивать чеки. То есть вот с позиции, нужно ли ваша организация выбивать чек, мы не особо разбираемся, а с позиции, когда вы точно знаете, что вам чек выбивать нужно, как это будет дальше происходить, в каких случаях он будет выбиваться, мы уже можем подсказать. Да, если вы считаете, что вам чек не нужно выбивать, вы можете не пользоваться механизмом КАС, и все будет продолжать работать, как работает. А с технической стороны мы можем отвечать на какие вопросы. Вот вопрос есть, если заказ пришел ночью, и как в течение 5 минут выбить чек. Так, система сама будет выбивать этот чек. То есть, когда пришла оплата, Яндекс получил оплату, он стуканулся с информацией об оплате к вам в магазин, с информацией, что этот заказ оплачен, магазин сам будет пытаться выбить этот чек. То есть, вам ничего делать не надо, проблемы будут только в том случае, если по каким-то причинам отвалился ваш кассовый аппарат. Здесь, скорее, есть другая проблема. Вам, во-первых, придется теперь ночью гонять компьютер у себя в офисе. То есть, вообще хотят и планируют сделать специальные кассы, которые будут хоститься где-то на площадках, либо вы можете ее размещать где-то на площадках. Это вот такие вот кассы. К сожалению, это вот прототип кассы от Atola. Она уже закончена, она полностью функциональная. Это вот такая вот коробочка. У нее нет вообще принтера. У нее есть только куда вставить вот этот вот накопитель, подключить, который будет отправлять данные в ФНС. У нее есть возможность вставить сим-карту, и вы можете отправлять электронно, вы можете подключить ее к Ethernet-порту, либо к USB-порту. Это вот такая вот коробочка, как раз сделанная Atola для интернет-магазинов. И вы ее сможете в теоретически, в будущем, например, арендовать или покупать, выкупать на каких-то фермах, которые будут делать ОФД или еще кто-то, для работы через них. Но пока этого не существует, и ваша касса физически будет находиться у вас в офисе, дома или еще где-то. Там будет обязан быть интернет. Если интернет будет падать, естественно, касса выпивать ничего не сможет. Там будет компьютер стоять, либо вот если это вот такая касса, то она без компьютера умеет работать, она просто в RG45 включается. Эта касса, кстати, тоже умеет в RG45 просто включаться. Она подключается к драйверам, но драйвера все равно физически где-то должны находиться. То есть по-любому будет некий сервер, который будет получать информацию от этой коробочки и отправлять ее в интернет-магазин. То есть вам придется теперь обеспечивать еще одно плечо бесперебойной работы. Это либо компьютер с кассой USB-шной подключенной, что будет в большинстве в своем случае, либо это какая-то коробочка, подключенная к интернету. Вам нужен будет интернет, и вам нужна будет коробочка, которая будет делать это, осуществлять и делать. Да, но ночной кассир, вот как тут спрашивают, ночной кассир не нужен, то есть система будет работать автоматом. Если все настроено, система будет работать автоматом. Так, ну идем дальше. Вот так будет выглядеть внутри магазинчика. Да, внутри магазина при просмотре заказа, при редактировании заказа у вас добавится информация в частичных оплатах. У вас там была информация о том, оплачена или не оплачена эта частичная оплата. Теперь к ней добавится информация о том, выписан чек или не выписан. И если чек выписан, то ссылка на этот чек, которую сможет посмотреть менеджер в магазине, сможет ее скопировать и отправить ручками клиенту. И она же будет отправляться автоматом на e-mail этого клиента. С этой же формы, в принципе, вы сможете автоматически переходить на страницу ручного выписывания чека, если это необходимо. Если, допустим, чек был выбит не через интернет-магазин. С этой же формы вы сможете смотреть любую другую информацию, которая у нас есть, которая связана с кассами и с выпиской чеков. Именно по конкретному заказу. Внутри формочки, вот как сейчас на экране, будет стоять ссылка на ваш чек. То есть вы сможете войти в форму, скачать чек к себе, например, или отправить эту ссылку клиенту. Эта ссылка через письмо будет автоматически отправляться к клиенту, когда будут ставиться галочки, что все, прошла операция. То есть вы сможете полноценно работать. Ну и самое главное, приложение для Windows, которое мы выпустим для поддержки работы с кассами, аппаратами и новой версии 1S-Bitrix управления сайтом, для тех, у кого активна техническая поддержка, она будет бесплатной. То есть вам не нужно будет ничего дополнительно покупать, ничего дополнительно делать. То есть вы получите приложение бесплатно. Но вам понадобится его поставить на компьютер. Да, вам понадобится поставить его на компьютер. Мы будем держать защищенное реал-тайм соединение между вашим компьютером и интернет-магазином. Мы будем регистрировать чеки в режиме реального времени. Мы будем поддерживать, как я уже сказал, выше два основных игрока на рынке, самых больших. Это Atoll и Strich M. В первую очередь это будет Atoll, потому что мы уже имеем железки, которые пусть прототипы в некоторых случаях, но они уже существуют и могут печатать чеки, и они работают. Мы сможем на них реально проверить, что все работает, прежде чем отдать вам. У них драйвера в принципе универсальные. Atoll делает общий драйвер. Это драйвер для почти всей линейки их устройств в определенных ценовых диапазонах. Там есть специфичные устройства, у которых там отдельные драйвера. Но в целом это такая универсальная линейка, универсальный драйвер, который работает со всей линейкой Atoll. Соответственно, он будет работать полностью любой кассовый аппарат, который вы приобретете. Тут все зависит уже скорее от ваших возможностей, от ваших потребностей в мощности и так далее кассового аппарата. Не сможете подключить к нашему приложению. Тут есть вопрос. Если курьер приехал к клиенту, а его кассовый аппарат сломался и не может печатать чек, что теперь делать, гнать курьера обратно? В принципе, теоретически, если он не единственный курьер в магазине, то он может связаться со своей компанией, где есть другой кассовый аппарат, они напечатают чек, человек придет на e-mail клиенту, в принципе, не обязательно физически его отдавать. Он может приходить на e-mail, поэтому это допустимо. Более того, насколько я знаю, ведь ОФД могут, если знают телефон, то на смс отправлять ссылку? Могут, но опять-таки это будет за отдельные деньги, скорее всего, в рамках ОФД сделано. Вообще по закону обязан владелец бизнеса отправить чек клиенту по его просьбе в одним из двух способов. Это либо e-mail, либо телефон. Вам придется теперь у клиентов спрашивать либо телефон, либо e-mail. Если внутри продукта штатно, бесплатно, можно e-mail отправить без проблем чек, то смс, если вы захотите подправлять чеки смс, вам придется подключение делать, работать с смс и отправлять. Через смс этот же чек. Но Леша правильно говорит, что если курьер приехал и кассовый аппарат сломался, то скорее уже будет от лояльности этого клиента. Если он скажет, хорошо, мне устроит электронный чек, он сможет связаться с другим курьером, продиктовать ему e-mail адрес и чек отправить. Ну, не с другим курьером. Курьер не сможет по e-mail отправить чек, связаться с офисом, где будет выбить чек на обычном аппарате, будет сформирована ссылка, и эта ссылка сможет быть отправлена клиенту на его e-mail адрес. На экране картинка, которая показывает, как мы теперь будем жить в современном мире. Это будет стоять компьютер, либо какая-то железка внутри вашего офиса. Эта железка будет обязана быть подключена к вашему кассовому аппарату, либо каким-то способом вы будете на эту железку подавать интернет. То есть не обязательно это будет железка подключена прямо к компьютеру. Это может быть, как я говорил, вот такая железочка. У нее есть подключение сим-карты, куда можно ее вставить. И вы сможете, в принципе, делать отправку чеков через сотового оператора. Эти чеки будут уходить в ОФД, ОФД через какое-то время будет их отправлять в Федеральную налоговую службу. Немножко подытожим. Итак, Битрикс управление сайтом 17-й версии полностью соответствует закону ФЗ-54. Мы его выполняем, мы помогаем выполнять этот закон для вас, как для клиентов, или, вернее, владельцев интернет-бизнеса. Мы поддерживаем неограниченное подключение касс. Они могут быть подключены разными способами, Алексей уже об этом говорил. Мы поддерживаем нашу холдинговую структуру, мы поддерживаем ограничения по различным способам оплаты, несколько юрлиц и так далее. Мы умеем распределять чеки по нескольким ГКМ, мы как бы балансируем вашу нагрузку. Если вы в пике не справляетесь на одном кассовом аппарате, вот с этими ограничениями в 5 минут, вы не успеваете печатать чеки, у вас очень много количества заказов, мы балансировать умеем нагрузку между несколькими кассами, распределять ее и будем отдавать чеки на несколько касс. Мы полностью поддерживаем полнофункциональную работу с интернет-кассами, мы умеем хранить и выбивать за это отчеты, мы умеем интегрироваться с УФД. На первом этапе мы, скорее всего, будем поддерживать не все УФД, потому что не у всех УФД еще есть АПИ. На данный момент вообще ситуация аховая, у одного только УФД есть более-менее полноценная АПИ, остальные пока только догоняют, но все обещают к первому январю, вернее, к первому, к концу января закончить интеграцию, но нам нужно будет тоже время, чтобы все это настроить. Мы поддерживаем полноценный возврат чеков, там были вопросы, сможем ли мы возвращать чеки частично, конечно, какая разница, какую сумму вы будете возвращать, вы будете чек возврата печатать, вы будете выбирать ту сумму, которую вы возвращаете клиенту. Мы предоставляем бесплатное приложение Windows, для интеграции с вашими кассами оплачивать вам не надо, единственное, вам требуется активная лицензия, чтобы скачать обновления до данной версии, но и для активных лицензий это будет работать. Магазин может работать 2-3 часа в сутки, то есть для этого вам тоже ничего делать не надо, не нужно сажать девочку, если все вы настроили, то касса стоит печатать чеки, вам не нужно сажать специального человека, который будет следить. Тем более, мы говорим, мы будем отправлять чек без его физической распечатки, даже если у вас вот такая вот касса, мы будем команду отправлять без распечатки, вам не нужно там, чтобы кончилась бумага, лишь бы был свет, лишь бы было интернет-соединение, и тогда будет все хорошо. Мы будем автоматически создавать очередь, как я уже говорил, и буферизировать чеки, ну и будем поддерживать разные юридицы. Продолжает идти очень много вопросов юридических, конечно, здесь уточнять нужно скорее у юристов, кто что обязан, продолжают спрашивать. Вот, например, может ли одна касса обслуживать несколько интернет-сайтов? Может, в законе появилась такая возможность, здесь юрист не очень требуется. При регистрации кассы, единственное, вам в ФНС нужно через запятую, там есть поле, вы указываете тот интернет-магазин, на котором стоит касса. Но если вы, например, на одном ключе у вас развернуто 5-6 магазинов, и у вас фактически все деньги стекают на один расчетный счет, вы работаете как одно юрлицо по этим всем магазинам, то вы можете одну кассу подключить на несколько магазинов. При ее регистрации в ФНС вы должны через запятую перечислить все интернет-магазины, на которых будет работать эта касса. Это допустимо. Но, опять-таки, для тех магазинов, которые работают на конкретном одном и том же юридическом лице. Если у всех этих магазинов разные юрлица, то кассовый аппарат не может быть физически зависелен на несколько юрлиц, он зависелен на одно юрлицо. Соответственно, вам нужно столько кассовых аппаратов, сколько у вас юридических лиц для этих интернет-магазинов. Да, вот очень интересный вопрос по поводу того, что если касса сломалась, а деньги приняты, что делать теперь с деньгами? Чек-то не напечатать, касса не работает, а деньги-то уже приняты. Фактически по закону вы сделали нарушение. В вас, вот, когда мы, например, не смогли распечатать чек, налоговая наша штрафовала. То есть мы не распечатали чек клиенту, получили физические деньги, не смогли распечатать клиент, пожаловался, что мы ему не дали чек, а кассовый аппарат реально физически сломался, а нам налоговая выставила штраф. Вообще, под это положение подходит штраф. И вам, скорее всего, вас оштрафуют из-за того, что вы не выбили чек. Тем более, доказать сейчас если тогда эта схема была наличная, то сейчас доказательства очень простые. То есть Яндекс запросят или там через кого вы работаете, он скажет, в какое время он вам дал команду на то, что он деньги принял. И они могут спокойно отследить и 5 минут интервала, могут отследить, чтобы не выбили чек и так далее. То есть теперь можно легко сличить информацию, просто получив ее из двух источников. В принципе, наверное, государство ради этого и затеяло эту всю схему. Да. Так, очень много вопросов, когда же это обновление будет доступно. Оно, скорее всего, до партнерки, правильно, будет доступно? Да. Так как это должно заработать с 1 февраля все у вас, соответственно, партнерская конференция у нас как раз в конце января. Вот к партнерской конференции мы и будем стараться сделать выпуск этого уже в виде доступа для всех. Наверное, сначала мы выпустим Альфу, но это будет до общего выпуска, но к 1 февралю мы будем уже делать выпуск для всех, то есть чтобы уже у вас все это работало и вы были готовы печатать чеки, если вам по закону уже положено их печатать. Ну, как я говорил, не все предприниматели должны прямо с 1 февраля начинать работать по новому закону. Если у вас кассовый аппарат еще работает, у вас не закончился КЛЗ, у вас нет тех условий, под которые вы попадаете на перерегистрацию вашей кассы по новой схеме, то в принципе вы будете работать до 1 июля фактически там. То есть вы можете не сильно спешить. Спешить нужно тем, которые прямо вот с 1 февраля попадают под новую схему или уже имеют новый кассовый аппарат. Немножко сразу скажу, что мы, понимая, что это большие расходы для малого бизнеса, для интернет-бизнеса, что вы, например, имея интернет-магазин, например, не оплачивали на продление, а вам теперь придется обновиться до новой версии, к сожалению, мы не сможем дать такое обновление для старых версий, потому что мы будем делать это уже для новой схемы. Мы запускаем специальную программу, она будет действовать до 9 января 2017 года. Вы можете продлить ваш интернет-магазин по льготной цене, то есть у нас есть понятие льготного продления, это могут вам подсказать наши партнеры, как это происходит. Вы можете обратиться к партнерам, чтобы они вам это делали. По льготной цене продлить свой интернет-магазин и перейти на новую версию, даже если мы не делали продление, то есть если у вас даже годный период уже закончился. Главное успеть до 9 января. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, пока идет акция, обращайтесь к вашим партнерам или сами напрямую покупайте через наш сайт. Вы можете обратиться и получить продление, обновляйте ваш магазин, покупайте продление, чтобы быть готовым полностью во всеоружии. Да, есть вопрос. Можно ли использовать одну и ту же кассу и для интернет-магазина, и для оффлайн-продажи? Да, в принципе, почему нет? То есть она просто печатает чеки, откуда команда пришла из интернет-магазина, либо вы сами решили спечатать. Ей, в принципе, все равно, поэтому она успешно распечатает. Мы как раз и рассказывали этот пример, что будет стоять, например, такая касса, подключенная к компьютеру, она будет подключена к USB, и я буду печатать ее и как с обычного интернета, ну, с обычного компьютера, например, через 1С, или там с какого-то приложения, или это вот такая вот касса, и она же может получать данные с интернет-магазина и печатать на них тоже чек. Да, есть технический вопрос по поводу, если какая-то платежная система на сайте находится в тестовом режиме, то есть в деморежиме, в песочнице, чтобы не печатались чеки, естественно, что у платежных систем будут переключатели на тестовый режим, которые будут препятствовать печати чеков, потому что в противном случае, конечно, вы будете печатать чеки, и вы будете уходить налоговая информация о покупках, которые тестованы. Но вам нужно будет не забывать переключать тестовый режим, потому что система сама не догадается, это у вас тестовый заказ или это у вас реальный заказ. Но в любом случае, оплата-то будет происходить, когда оплата будет печать чека происходить, только когда реально деньги пошли, то есть вы ввели свой номер карточки, допустим, в Яндексе, или проставили флажок, но если вы будете тестировать до уже такой степени, то нужно не забывать либо включать тестовую оплату, чтобы нереальные чеки не уходили, либо этот чек уйдет. Яндекс предоставляет как раз, Яндекс.Касса предоставляет такие виртуальные карточки, они дают номер, когда подключаешь свой магазин, например, к Яндекс.Кассе, они дают небольшую сумму, там от 2 до 10 тысяч рублей, в зависимости от товаров, интернет-магазин, дают как раз для такого тестирования. Эти деньги, естественно, никуда потом на расчетный счет не подойдут, это не настоящая карточка, это просто сгенерированная карта, которая дается вот для таких вот тестов. И да, вам обязательно нужно быть внимательным и переключить систему нашу на тоже тестовый режим, чтобы чеки были не выбиты, иначе чеки просто будут выбиты. Вот интересный вопрос, необходимо ли переводить магазин на HTTPS? Ну, вообще говоря, давно пора, наверное, переводить сайт на HTTPS. Тут уже по другим причинам. Да, уже другие вопросы там возникают. Здесь тоже желательно, чтобы сайт был на HTTPS соединении, иначе невозможно будет держать защищенное соединение между кассой и вашим интернет-магазином, к нему смогут подключиться и перехватить, например, какие-то данные, не дай бог распечатать какие-то данные на вашем кассовом аппарате. Но и по другим причинам с 1 января Google выпускает обновленный браузер, который будет подсвечивать сайты без HTTPS как небезопасные. Да, вначале это будет просто надпись сверху красненькая, но через некоторое время никто им не мешает вообще писать на весь экран, что данный сайт небезопасен, ранжировать их меньше и так далее. То есть уже давно пора переходить. И в новом продукте, как раз в 17-й версии, мы на партнерской конференции на презентации рассказывали, что у нас в продукте появится специальная страница, на которой мы будем подсказывать, как вам перейти правильно на HTTPS. Это как раз тоже сделано и с позиции кассы, и с позиции того, что Google выпускает и так далее. То есть переходить по-любому надо. Пора уже. Да. Так, пока Леша подбирает вопросы, я скажу еще немножко вот то, что слайд какой на экране стоит. Обращайтесь обязательно к партнерам для исполнения интернет-магазином в требованиях законов EZ54, потому что если вы давно не обновляли ваш магазин, переход на новую версию связан с конвертацией магазина, мы там перешли на новую платформу, с еще каким-то изменением у вас может быть кастомизированный магазин, если вы не уверены, что вы справитесь, и ваше обновление не сломает работу вашего интернет-магазина, то обращайтесь обязательно к партнерам, а вы как партнеры сделайте специальное предложение, сделайте вообще предложение по вашим клиентам, обзвоните ваших клиентов, направьте им предложение о том, что вот такой закон вышел, потому что многие предприниматели не знают, они могли не присутствовать ни на наших вебинарах, ни на наших презентациях и так далее. они могут не знать, и узнают только тогда, когда, например, придут на перерегистрацию налоговой, им скажут, хорошо, шикарно, только аппарат уже другой должен быть, и им нужно будет в спешке быстро-быстро-быстро либо останавливать бизнес, либо переводить на новую схему. Немножко проявите проактивность, обратитесь к вашим клиентам, подскажите вашим клиентам, они это ценят, любят, и вы будете получать дополнительные бонусы за это. Да, вот есть вопрос, будут ли в персональном разделе доступны чеки клиентам, да, естественно, что в новых компонентах персонального раздела эти чеки будут доступны, то есть клиент сможет зайти, там эти ссылки все посмотреть, перейти на ОФД, посмотреть реально эти все чеки, то есть это уже будет тоже в 17-й версии поставки, в обновлении компонентов. Вопрос. Если зарегистрирован на сайте Иванов, а плательщик реально Сидоров, как будет сопоставление и что вообще как-то должно быть с чеками? А в чеке нет никакого сопоставления, чек это, ну, как бы, регистрация того, что деньги получены, а кто там, Иванов на той стороне или Сидоров, в чеке нет, фамилии именно человека, который его получает. Чек выбивается, и неважно, кто там у вас указал какую фамилию, неважно даже вам, какой он имейл указал, не факт, что этот имейл корректный, чек придет правильно, самое главное, вы выбили чек, потому что поступила оплата, подтверждена, например, там Яндекс.Касса или там Киви кошельком, и все, вы выбили чек, вы выполнили закон, а что клиент там побаловался и какую-то билиберду написал у себя во время заказа, это его уже проблема. Продолжают поступать очень много вопросов по поводу того, когда нужно выбивать чеки, когда нет, нужно ли выбивать чек, если товар оплачен, карточкой доставим почтой России, нужно ли выбивать чек, если... Можно сразу ответить, нужно. ...рабокасса. Нужно. Нужно ли выбивать чек, если безнал от одного юрлица другому юрлицу? Не нужно. Тогда не нужно. Нужно ли выбивать... Кто должен выбивать чек, если это интегратор какой-то? Ну, то есть, получается, что, наверное, имеется в виду, когда заказы идут с какого-то сайта типа Яндекс.Маркет, наверное, об этом вопрос. Опять-таки, вы будете как владелец выбивать этот чек. Он же только интегратор, он вам как бы гонит трафик, а продаете реально вы, не он продает. Ну, вот здесь вот сложная система, вот у них же у Яндекс.Маркета есть вот эта CPM-модель новая, когда они через себя полностью оплату делают. Вот здесь нужно будет уточнять скорее с Яндексом, потому что там юридически немножко сложный такой момент, он уже, скорее всего, выходит за техническую часть. Это лучше поговорить с Яндекс.Маркетом. В том случае, кто выбивает чек, когда кнопка «Купить» прямо на Яндекс.Маркете. Может так получиться, что там чек будет выбивать Яндекс, а вы будете получать какие-то ссылки или еще что-то. А может быть, вы будете выбивать. Вот это уже такой тонкий момент. Тут же кто продавец, тот и должен выбивать. Если продавец, в данном случае, будет Яндексом, он выбит, а если вы, то вы. Продолжаются вопросы. Наверное, сначала не прослушали, позже присоединились по поводу физический чек и электронная почта. Да, мы уже говорили о том, что если это интернет-магазин и продача из интернет-магазин, достаточно его послать на электронную почту или ссылку на СМС. А если физическая, то да, чек физический. Представляете? Ну вот как бы в подтверждение этих слов вот коробочка, у которой нет принтера, она как раз создана для интернет-магазинов, вы физический чек клиенту не даете, вы делаете только электронный чек. У него нет принтера вообще. И мы, естественно, отправляя чек вот на такие аппараты, постараемся тоже не печатать чек, когда это чек интернет-магазина. Не все аппараты будут поддерживать этой опции, не на всех аппаратах получится это сделать, не при всех схемах подключения, но мы будем стараться не печатать и не тратить бумагу и не портить вам головку, которая печатает, чтобы печатать чек из интернет-магазина, который вы будете физически просто выбрасывать. Так, вот есть вопрос, когда физически этот чек печатается в магазине, чек печатается, ну, автоматом чек будет печататься, когда поступает информация о том, что данная частичная оплата оплачена, то есть идет информация о том, что деньги пришли. Для налички это, естественно, что это установка галочки, что оплачено. Для безнала там какого-нибудь, допустим, для Яндекса, когда Яндекс стучится к нам и говорит, что по этой частичной оплате деньги получены. После этого мы даем информацию к ассовому аппарату на выбитие чека. Если вы это отключите, то тогда ручками должны будете выбивать, а так система будет выбивать автоматом именно в этот момент. Если чек не удалось выбить, она будет пытаться выбить через некоторое время, ну, на случай, если кассовый день был завершенный, еще не открыт, либо сбой был, либо очередь какая-то, то есть мы будем очередь поддерживать, тогда мы будем пытаться еще раз выбить уже в автоматическом режиме. Ты удалил сразу вопрос, который ответил? Так. Повторяются опять про необходимость оплаты на Яндексе. Кто должен, повторяется вопрос, кто должен переходить на это именно с 1 февраля? Еще раз повторимся. С 1 февраля переходят те, которым не повезло, можно сказать. А не повезло, вы купили уже новый кассовый аппарат, у вас закончился КЛЗ, вы пошли перерегистрировать у вас кассовый аппарат, и вам уже с 1 февраля не зарегистрируют старый кассовый аппарат, вам придется уже купить новый. Вы сменили фамилию, вы сменили адрес, вы сменили юридическое лицо, название или еще что-то. То есть попали все те под перерегистрацию, кому придется прийти в налоговую инспекцию с кассовым аппаратом старого образца для изменения каких-то данных. Не важно каких, смена КЛЗ, смена еще чего-то. С 1 февраля налоговая не будет регистрировать старую технику, будет регистрироваться только новая техника с новой схемой работы, и вам придется уже работать по новой схеме. Соответственно, вам придется купить новый кассовый аппарат, пройти все эти процедуры, подключить его к вашему интернет-магазину и так далее. Вот интересный вопрос. А если сейчас до 1 февраля по-быстрому успеть зарегистрировать кассовый аппарат, можно ли по-старому еще? Ну, это уже можно попробовать. Я не уверен, что при незакончившейся КЛЗ вам сделают ее перерегистрацию. То есть здесь, наверное, все-таки уже... Попробовать, конечно, можно, но получится, нет, это уже не к нам вопрос. Вернусь сейчас в табличку. Вот эта табличка еще раз на экране, кто присоединился чуть позже. С 1 февраля переходят не все, а с 1 июля фактически уже все. У некоторых есть еще лаг до 1 июля 2018 года, но это нужно уточнять уже либо у вашего бухгалтера, подпадаете ли вы под вот эти ограничения, либо у юристов, либо ваш ФНС. Потому что здесь уже такой не к нам вопрос, он не технический. Вообще с 1 февраля основная масса может начинать взрываться, так сказать, попадать под эту схему, придется делать перерегистрацию. Потом с 1 июля 2017 вообще все будут обязаны перейти на новую схему, ну и дальше уже в зависимости от ваших ограничений. Так, ну очень много вопросов повторяется то, что мы уже отвечали. Наверное, вы в записи сможете посмотреть, чтобы мы еще раз не повторялись. Спрашивают про малый бизнес. Что мы будем с малым бизнесом делать? Будет ли это в малом бизнесе или только? В малом бизнесе это будет обязательно поддерживаться, то есть на ограничения по редакциям не будет, то есть мы будем поддерживать во всех редакциях интернет-магазина эту схему, но будем давать ее в полном объеме, потому что мы не можем вас подставить так, что вам придется из-за нашего продукта поднести какие-то такие вот неприятности. Да, поэтому этот функционал будет во всех версиях, где у нас доступен интернет-магазин, во всех версиях с интернет-магазином. Те вопросы, которые мы уже озвучивали, они повторяются. Видать, кто-то позже присоединился к вебинару. Пожалуйста, в записи посмотрите, они будут ответы, потому что очень много повторяющихся вопросов. Ну вот все последние вопросы я смотрю повторяющиеся. Кроме вопроса, у меня нет аппарата, что мне делать? Вам придется купить аппарат и пройти, и начинать это все регистрировать. Но опять-таки, вот вы, если вы не имели аппарата раньше, вот как Bittrex, мы, в принципе, можем не с 1 февраля начинать историю перерегистрации. Хотя Bittrex начнет это и к 1 февраля, это полностью даже не к 1 февраля. Мы хотим представить полностью работоспособную схему именно с демонстрацией, как это сделано внутри Bittrex. Мы будем рассказывать на партнерской конференции. Мы как первопроходцы полностью пройдем все эти процедуры, все это сделаем, чтобы мы могли подробно рассказывать на партнерской конференции и клиентам, и партнерам. Сделаем доклад специально, где уже будем не вот так вот теоретически рассказывать, а будем прямо демонстрировать, как все это происходит, какие документы нужно оформлять, что нужно делать и так далее. То есть будем рассказывать, как всю эту процедуру делать, потому что мы ее сами пройдем. Это вопрос, будет ли это в редакции Start? Но в Start же нет интернет-магазина. Нет, это будет только для редакции интернет-магазинов. То есть если вы делаете интернет-магазин силами партнеров на редакции Start, вам придется силами партнеров на редакции Start сделать эту поддержку. Вот спрашивают, если они сотрудничают с курьерской службой, кто должен будет выбивать чек и когда? Наверное, это будет зависеть от того, как у вас это сотрудничество ведется, кто по документам является продавцом, вы или курьерская служба. Опять-таки этот вопрос больше юридический. Вот такие моменты лучше уточнять либо у вашего бухгалтера, либо уточнять у юриста. Если вы физически продаете товар, неважно каким способом, кроме безналичного, то есть когда деньги физически, вы не заключаете никакие договора с никакими посредниками, которые получают для вас деньги какими-то электронными способами, вы обязаны выбивать чек. Все остальное только через консультацию с юристами, бухгалтерами и ФНС. Да, тут вот, потому что есть достаточно много вопросов про то, что если товары в кредит, какие-то часть взносов оттуда идет, часть взносов отсюда идет. Опять же, наверное, эти вопросы вам нужно у юристов и, ну, то есть как пробивать правильный чек, это нужно уточнять у юристов и у налоговой инспекции. Да, и у бухгалтера, потому что мы даем техническую возможность и рассказываем, как это можно сделать с точки зрения нашего продукта. А информацию по поводу законности, по поводу того, как это делать юридически грамотно, именно в вашей сфере, всегда лучше уточнить у специалиста, который в этом разбирается, то есть у юриста, бухгалтера или напрямую в налоговой. Тем более, мы не знаем вашу вид деятельности, мы не обладаем знаниями юридическими, не обладаем знаниями бухгалтерскими, поэтому нам будет сложно подказывать такие вопросы. Да, поэтому лучше спрашивайте технические вопросы, по техническим вопросам мы вам гарантированно ответим. Так, ну, вопросы начинают повторяться, вопросы начинают повторяться, то, на что мы уже отвечали, либо уже совсем юридические вопросы, на которые мы, наверное, все-таки вам не ответим. Ну, давай тогда будем завершаться. Пожалуйста, если вам был полезен вебинар, нам очень важно ваше мнение, поставьте нам оценку во вкладочке questions. Будем всегда стараться выполнять ваши, так скажем, отметки, будем стараться улучшать наши вебинары и стараться их делать все лучше и лучше. Если у вас есть идеи, то вы можете всегда написать на сайте идеи 1sbitrix.ru, тем более текущие идеи по новому закону будут очень полезны. Мы как раз будем ввести разработку, мы будем прислушиваться к вашим идеям, мы будем их отслеживать. И, естественно, очень высок шанс, что какие-то изменения попадут внутрь продукта под вас, скажем так. Да, опять вопросы по поводу того, когда 17-я версия выходит, к 1 февралю функционал уже мы будем выпускать вам. То есть, когда закон начинает действовать, мы к этому числу стараемся подогнать функционал. Готовы. Всем спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы, было приятно ввести данный вебинар для вас. Спасибо, до новых встреч. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...